Их расстреляли на рассвете, когда вокруг пределом города. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться и встать за тем корву спиной. Но прозвучал тот голос детский, наивный, чистый и живой. — Чулочки тоже снять мне, дядя? Не осуждая, не грозя, смотрели прямо в душу, блядя, трехлетней девочке, глаза. — Чулочки тоже снять мне, дядя? И вдруг на миг эсэсовец обмяк. Рука сама собой с волнением здесь опустила автомат. Он словно скован взглядом синим. Он словно тут же в землю врос. Глаза, как у моей наменья, во мраке смутно пронеслось. Охвачен он невольной дрожью. Проснулась в ужасе душа. — Нет, ее убить ее не сможет! И дал ночь, ведь спеша. Упала девочка в чулочках. Снять не успела. Не смогла. — Солдат, солдат, чтоб если дочка твоя вот здесь, вот так легла, вот это маленькое тело пробито пулью твоей. Ты человек, не просто немец, или ты зверь среди людей. Шагала сэсовец угрюмо, не поднимая волчий глаз. Впервые, может, эта дума в отравленном мозгу зажглась. И всюду взгляд ее светился, и всюду слышится опять, и не забудется отныне. Чулочки тоже, дядя, снять.